Всем привет! Сегодня я расскажу вам, что такое ZTE OpenSea как аппарат, что он из себя представляет и как он работает на андроиде. Если вы еще не знаете, он в коробке поставляется с Firefox OS. Обзор на данную операционную систему я уже делал, ссылка на нее будет в описании или где-нибудь здесь по аннотации. Все полные характеристики смартфона я перечислять здесь не буду, но если в двух словах, то здесь установлен процессор Snapdragon 200, 512 МБ оперативной памяти, дисплей TFT 4 дюйма с разрешением 840 на 480, 4 ГБ постоянный, одна камера на 3 и 1 Мп, аккумулятор на 1400 мАч, одна полноразмерная сим-карта и слот для microSD карточек. Но ведь смысл любого обзора не в том, чтобы перечислить какие-то голые технические характеристики, которые так можно прочитать на коробке, а в том, чтобы поделиться со своими зрителями каким-то своим мнением или просто впечатлениями от использования какого-либо аппарата. Сам аппарат в руке лежит идеально. Пожалуй, это самый удобный смартфон из всех, что я когда-либо держал. По бокам смартфона есть две металлические вставки, видимо, для того, чтобы в мороз было что облизывать и прилипать языком. Забегая вперед, скажу, что смартфон мне нравится, пользовался я им достаточно долго, но в нем присутствуют также и кое-какие недостатки, о которых я и хотел с вами сегодня поговорить. Задняя крышка в смартфоне выполнена из какого-то особого софт-тач пластика, поэтому в первые дни использования я постоянно тер заднюю крышку и никак не мог привыкнуть к этому приятному ощущению. Собран ZTE OpenSea достаточно хорошо, ничего не отваливается и не стремится выпасть, но задняя крышка из-за того, что я ее без конца открывал и закрывал, чтобы достать microSD-карточку или поменять сим-карту, начала скрипеть. Никаких сенсоров на передней панели нет, а при входящем звонке телефон не тушит дисплей. Я никогда не думал, что во время звонка мои щеки так активны. Не знаю почему, но каждый раз, как я поговорю по телефону, щека сама переводит время или меняет часовой пояс. Это дико неудобно. Короче, минус. Вообще, из сенсоров в телефоне есть только гироскоп, и работает он хорошо. Экран переворачивает. В телефоне один единственный динамик, который одновременно и разговорный, и для громкой связи, и для прослушивания музыки. Это очень неудобно, потому как для разговоров его громкости хоть и хватает, но вот при просмотре фильмов или прослушивании музыки уже не так комфортно, как хотелось бы. Слева от этого единственного динамика есть LED-подсветка для разноцветных тусклых уведомлений, а снизу дисплея имеется симпатичное колечко кнопки Home и сенсорные кнопки назад и меню. Самое интересное, что когда я переставил телефон с Firefox на Android, то эти кнопки стали работать. Но мало того, что они без подсветки, поэтому я их обнаружил только на третий день использования, так еще и они переставлены местами. Назад слева, а клавиша меню справа. На этом мистика не заканчивается. Также примечательно то, что кнопка разблокировки здесь переехала зачем-то наверх. Возможно, это такой какой-то своеобразный хитрый маркетинговый ход, я не знаю. Но мало того, что она переехала наверх, так она еще и находится слева, поэтому это достаточно непривычно. Я даже боюсь представить этого человека, который проектировал этот смартфон. Но еще больше я боюсь и представить человека, которому это будет удобно. Но это все недостатки незначительные. Гораздо хуже то, что на экране, который и так не особо хороший и сильно выцветает под углами, появляются фантомные нажатия из-за отсутствия олеофобного покрытия. Поэтому палец скользит по его поверхности, словно госслужащий по карьерной лестнице. Не подмажешь, не поедешь. А еще при зарядке его тач глючит. Но все не так плохо, как вам может показаться на первый взгляд. В смартфоне на самом деле достаточно много достоинств. В частности, это небольшой размер, маленький, компактный, хорошо сидит в руке, 4 дюйма, не лопата. Да и в целом, с аппаратной точки зрения, все достаточно хорошо. Сотовая связь не отваливается, GPS хоть и медленно, но работает, батарея внезапно не умирает, автофокус на камере противно не щелкает, потому что его там нет. Ну, в общем, добротная такая звонилка, которая не бесит в процессе использования, и ее неохота выкинуть в окно. Ну и, конечно же, самый основной плюс, это Android 4.4 в качестве операционной системы. Здесь он просто летает, несмотря на слабые технические характеристики. В некоторых приложениях, конечно, сказывается недостаток оперативной памяти. Например, в браузере при открытии тяжелых сайтов, вроде Пикабу, бывает там перезагружается что-нибудь. Но в целом все достаточно стабильно и прилично. Также потоковое воспроизведение видео здесь немного лагает. Если смотреть через стандартный браузер, но если поставить, например, какое-нибудь приложение вроде Google Chrome, или вообще смотреть видео на YouTube через стандартное приложение YouTube, то все достаточно хорошо. Интерфейс не сильно тормозит, но иногда случаются фризы. А вот с играми тут не все так гладко. Легкие 2D-игры идут на ура. 2D-игры потяжелее лагают, но идут. Легкие 3D-игры тормозят, но идут. А тяжелые 3D-игры тормозят и не идут. Печаль, да и только. Но всему виной тут Snapdragon 200 в связке с Adreno 305, который игровым ну никак не является. Но это все равно лучше, чем в Firefox OS, где подвисал даже легонький 2048. Кстати, пару слов о Firefox OS. Если вы покупаете данный аппарат ради того, чтобы посмотреть, как на нем работает Firefox OS, а потом откатиться на Android, как это сделал я, то вам всего лишь достаточно скачать файл прошивки на SD-карточку, войти в Recovery. Для этого нужно зажать кнопку увеличения громкости и кнопку включения одновременно на выключенном аппарате. Зайти в Recovery, сделать все вайпы и установить с SD-карточки вашу прошивку. Как это сделать подробно я расскажу на втором канале. Ссылка на это тоже будет в описании или где-нибудь здесь по аннотации. Но если сравнивать эти две операционные системы, то, конечно же, Android рулит. Тут тебе и магазин приложений, и сотни тысяч игр, и 2048 не тормозит. Ну и, конечно же, самое главное, можно поставить Google Start с его фирменным Хоккей Кругл, Окей Бубин, Хоккей Пукал. Но у Firefox OS есть бесспорное преимущество перед Android. Это, как вы уже успели догадаться, оперативная память. Не скажу, что Android не хватает оперативы, но на Огнелисе можно было запустить кучу приложений, и все они работали в фоне. Их всех можно было переключать, и они буквально мгновенно восстанавливались из кэша, словно Рома Желудь от нарисованных побоев. Эта шутка была актуальна в 2013 году, и я немного опоздал. Да и на Firefox OS через стандартный браузер можно было бы серфить без проблем по каким-нибудь тяжелым сайтам, читать тот же Пикабу, например, и ничего не перезагружалось. Также немаловажным параметром для меня было время работы от батареи на разных операционных системах одного и того же железа. И для того, чтобы проверить, кто победит по энергосбережению Android или Огнелис, я провел ряд тестов. В частности, я на 50% яркости включил один и тот же ролик через стандартный браузер. И как вы думаете, кто победил? Да, победил Android. Когда я проводил тест, лиса продержалась ровно 208 минут. Дело в том, что там нет статистики батареи, и я параллельно запустил таймер. Android же продержался 4 часа 7 минут. Если говорить об одинаковом софте, то всё, что идёт и там, и там, на Android идёт явно быстрее и плавнее. Firefox проигрывает по всем параметрам. Ну, я думаю, это было и так ясно из моего обзора на данную операционную систему. Android можно хвалить просто бесконечно. Но достаточно разговоров о софте, да и вообще достаточно обзора, это же всего лишь звонилка. Давайте уже перейдём к итогам. Я считаю, что с ZTE сделали неплохой аппарат. Да, он звёзд с неба не хватает, но все свои функции он вполне себе выполняет. Он не пытается чем-то удивить, и в нём нет каких-то фишек, несвойственных звонилке. И да, за эту цену сегодня можно найти на рынке кое-что поинтереснее. Ну вот и всё. Вот такой вот ZTE OpenSea. Не забывайте ставить оценки этому видео, оставлять остроумные комментарии. Подписывайтесь на канал, не забывайте про группу ВКонтакте и второй канал. Всё сказал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok